Работа экипажа будет очень серьезная и длительная. Нагрузка очень высокая с точки зрения, что надо будет принимать грузовые корабли, японский корабль, HTV, европейский, NTV. Возможно, придется принимать ШАД в феврале месяце. Мы надеемся, что в феврале месяце все-таки он стартует, что неисправность будет устранена. И, конечно, два выхода некорабельной деятельности в интересах российского сегмента. Все это накладывает достаточно на зимний период, на первое полугодие, большой объем работы у них. Вот особенности работы этого экипажа. Мы поддерживаем американскую программу по использованию кораблей типа «Дракон». Для чего? Потому что необходимо иметь резерв. Сейчас практически резерва нет. Вся нагрузка ложится на российскую программу, на Российскую Федерацию. И хорошо, что планируется не просто доставка грузов на Международную космическую станцию, а еще и снятие грузов и доставка их на Землю. Это нам даст возможность использовать, я думаю, что в будущем его и под пилотированную программу, как они говорят. Но началось только... прошло первое испытание основное. Ну, считайте, это плюс три года. То есть, одиннадцатый, двенадцатый, я думаю, что раньше тринадцатого года пилотируемые аппараты не в состоянии будет. У нас все контракты заключены до конца двенадцатого года с американцами. Поэтому вот и выход. Исходя из расчетов, не ранее тринадцатого года будет возможен первый запуск пилотируемого аппарата типа «Дракон» с космонавтами, с астронавтами на борту к Международной космической станции. Хорошо ли для российской федерации? Очень хорошо. Имея резервный корабль у американцев двойную поддержку, мы можем высвободить свои мощности для других целей, понимаете? Которые могут принести нам, ну, как дополнительные дивиденды, так и финансовые средства и так далее. И мы можем, в конце концов, пойти немножко разгрузить нашу программу и, возможно, возобновить коммерческие запуски. На 28 декабря запланирован запуск космического аппарата «ГЛОНАСС-К» с космонавтом Плесецка. Два аппарата, которые находятся на орбите в резерве, включены. И они сейчас идут в свои рабочие точки. Один аппарат придет в рабочую точку к концу 16 декабря. Второй в начале первой половины января месяца. Сразу же они будут включаться и пойдут проверки. Таким образом, мы надеемся, что в ближайшее время 23 космических аппарата уже будут на орбите. Я скажу так, что комиссия на сегодняшний день еще работу не закончена. Никаких претензий к самому расчету нет. Что им дали, какие расчеты, карточку дозы заправки, то они и сделали. Ни на иоту, ни отклоняясь в сторону. Поэтому основная техническая причина здесь переходит в человеческий фактор. И необходимо было учесть генеральному конструктору данного разгонного блока особенности расчетов при изменении конструкции бака. 900 миллионов долларов. Да, на это.